всем доброй ночи дорогие мои вот еще один день прошел поговорится вот ну я вот под окном у меня сирень растет вот смотрите букет нарвал огромное дерево сирень ну и хочу чтобы и квартире пахло хорошо смотрите обалденный запах обалденный как в раю но прочитал ваши комментарии анатолий то что вы написали про это блогера который я тоже посмотрел ну как вам сказать сейчас уже я вам сразу скажу интерес к турции для тех которые хотят на пмж постоянно переехать до постепенно угасает я по просмотрам смотрю тоже да многих блогеров уже нет таких вот 50 60 тысяч просмотров уже даже вот парень снял вот этот правый ножей что отказывает кушадас этом там по моему 150 что ли просмотровали около это вот так вот пять дней назад сейчас же людям это неинтересно понимаете вот вы правильно девушки написали что вы по замужеству получили за 24 дня это месяц до гражданства это конечно сейчас для нынешних это как фантастика звучит хотя это я с вами согласен я разговаривал женщинами которые 30 лет назад сюда переехали это было в анталии они сидели на блошинке кстати торговали уже возрастные тетки вот и они рассказывали что они это самое приехали только замуж вышли и сразу через месяц они получили граждан у меня даже одна знакомая из она живет москве она уже давно там уже у нее своя семья все вот она уже 30 лет тоже это то там это она здесь была всего замужем кстати в анкаре она была замужем всего два месяца что ли гражданство получила и разошлась короче уехала она уже не там другая семья все все ну 30 лет прошло а паспорт турецкий есть вот сейчас даже это представить сейчас невозможно вот но я хочу сразу сказать что есть спрос есть предложение вот есть спрос есть предложение и поэтому конечно ужесточение я же говорил вам что рассказывал что я когда видел в анталии это длинные очередя миграционные службы да это километровый надо особенно утром ешь когда проезжаешь вот это было нечто просто а когда я увидел когда я проход проходил потопу получают гражданство потопу было всего четыре человека вот а по замужеству было человек на там 50 было женщин девушек на жива и я спросил одного короче я говорю подожди как так много то они сказали что это еще даже год мало потому что сейчас к вид на ограничение поэтому год мало а так под 200 год бывает и они вот некоторые плакали некоторые это говорили что это уже сколько раз можно вот многим отказывали это было нечто тоже трагедия целая вот через суды потом адвокатов на нем а через суды как-то это вот конечно ваши вот это время с этим временем даже сравнивать не стоит но я что хочу сказать я спрашивал людей тоже да я говорю а как это сам с работы ну как если течение месяца гражданство давали работой конечно работа чего хочешь делай тогда не спаханное поле было для бизнеса работу тоже все можно для тогда иностранцы здесь были как как белые люди да можно сказать но и говорят что в стамбуле то много было но тоже говорит не так уж а вот в анталии алане там этих местах это вообще было так как как с луны говорит человек на него смотрели вот но тем не менее тем не менее вот их число увеличивалось а чем больше спрос тем больше предложений и тем больше ужесточение вот вы про россию написали да анатолий тоже да и мира вы тоже написали что россия тоже ужесточает я вот недавно честно сказать я российские каналы смотрю тоже да потерю меня на трех канала показывает но там статистику сказали что выдавали в день говорит свыше 500 паспортов в день сутки представляете да деньги по 500 паспортов представьте да это сколько месяц получается на уберем два выходных 24 8 не уберем ну почти 10-12 тысяч человек месяц вот представляет теста как паспортизация шла да вот ну конечно я же говорю для каких-то категорий граждан вообще недосягаемого вот например для граждан грузии для граждан туркменистана которые визовые страны да это это вообще нечто это вообще нечто если они раньше не жили в россии все все вот а так вот пожалуйста для граждан снг узбекистан киргизия таджикистан получали пачкам можно сказать гражданство конечно сейчас уже там тоже ужесточение я же говорю ворота бывает открыт ворота бывают закрыты узкая калитка остается вот сейчас вот узкая калитка тогда было открыто ворота большие но я вот лично конечно спасибо вам за ваши эти комплименты что я все досконально рассказываю все да я как доктор вот иногда доктора бывает да которые говорят всегда все как есть своему больному да я тоже своим кто-то кто мне обращается им сразу говорю что к чему заранее чтобы они сняли розовые очки понимаете чтобы они сняли розовые очки те которые говорят а мы будем ждать вот пять лет это сам гражданство все что я сначала объясняю они меня спрашивают конечно я и отвечаю как я говорю если вот вы согласны на такие условия хоть самое это тогда другое дело а так я вам одну вещь хочу сказать между нами уже взрослые люди с вами да и в раю бывает скучно почему вот турции допустим рай райское место все все да вот но извините человек должен чем-то заниматься понимаете человек должен работу человек иначе он атрофируется понимаете полностью деградирует человек это хорошо что у меня вот советское воспитание что я нашел себе занятие тот сад посажу то виноградник там короче то какие-то пастилу сделаю то сметану сделаю то какие-то еще что-то там короче то забору покрашу короче все такое как дурачок там они все смотрели для них это было дико конечно для вместо там как это так человек взялся и у них даже внуки даже ни разу не подметали и мне было интересно мне я вот это 7-8 лет подметал двор хотя я сами платил айдат никто не платил один я платил ну потому что там все квартире им принадлежат там квартиранты они говорят мы не будем платить хозяина берега хозяин далеко оставался я один короче я и платил и убирал и лампочки менял и ремонт делал все но мне это было как бы как бы какая-то вот отдушина можно сказать чтобы не сойти с ума понимаете вот не сойти с ума чтобы вот вот я сейчас показываю да вам икру там все такое да если бы не было у меня гражданство мог бы такое показать да вы что нет конечно ребята мне бы сразу скринь бы сделали бы отправили куда наши ребята наши ребята сделаем да ты чего он занимается таким делом это вот он вот она продает он это вот чтобы дойти до того уровня что ты уже спокойно можно вот да это надо годы годы извините 67 минимум лет минимум лет а некоторые по 10 лет не могу я в анталии видел женщин я же вам рассказывал про него это она москвичка твой детей уже 10 с лишним лет замужем тогда еще было вот порядочная женщина муж турок вот и машина ежи квартиры ежи носим лет самое и она сказала что она не смогла получить гражданство потому что когда пришли к это полицейские спрашивают но свекровь свекровь или как там они про нее плохо сказали и пока дома не было и все короче и отказали она я говорю но можешь было протестовать а я и уже не хочу не хочу ягоду стала год первые документы уже не хочу мне иной не надо в общем вот такая вот отрещенность такая была понимаете я что хочу сказать ребята вот евро и бывает скучно здесь надо себя чем-то занять но так чтобы занять себя чтобы это не не ударило бы по законодательству нелегальная работа все сейчас я же вам рассказывал что даже человек просто шел оштрафовали на крупную сумму это было в анталии просто своим друзьям показывал каличи короче там 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 и его короче на 40 тысяч от штрафовали парня нелегально как гидом работал ну кому-то это прокатывает вот вы понимаете вот вот мы все время говорим про помогает да они как делали они приезжали они квартиру большинство не покупали они с одним чемоданом приезжали на съемных квартирах играли как бы скажем так ва-банк ва-банк вот ва-банк играли ну вот если даже попался а чё у нее там чё и это у нее уже чемодан готова о чё это в бедняку то подпоясался да пошел а если у тебя есть квартира есть у машина тем более мебель там обставил все денежки твои же ты будешь бояться уже этой депортации и ты не будешь делать уже не дай бог ли но все равно рискует это потому что жрать на что-то надо жрать на что-то надо и те времена деньги много уходила под говорят что дешево-мешево там это самое я же говорю даже я банк не мог деньги это самое ставил снимал ставил снимал потому что мне было страшно потому что сейчас я удивляюсь но это приезжает ребята да еще гражданство нет ничего нет и ложат крупную сумму денег банка а я в жизни много чего видел много чего видел в жизни уже извините 62 года будет мая дай бог ну вот так а а где гарантия что на следующий день короче оттуда например запада не скажут короче гражданам россии короче банковские счета короче заблокировать или что-то еще это в этом роде где гарантия я не знаю вот я же говорю вот рискует молодцы рискует и некоторые даже я же говорю сейчас уже более-менее стали умный да немного уже это самое сразу брали короче большую квартира огромные шикарная мебель на последние деньги почти иногда в долги даже хорошую суперскую машину подожди ты еще не гражданин ты еще не знаешь что ты будешь здесь или нет а потом смотришь к через год-два это человек свалил короче свинтил понимаете я же говорю и в раю бывает скучно вот например человек попал райда человек попал рай молочные реки текут кисельные берега девственницы райские яблоко и все время одна и та же картина я вот нет а человек чем-то занимается нет это но это же скучно от сколько можно умереть и если помните есть такой сериал фильмы такие жандарм женится люди фенессом да короче французским этим царство небесное хорошего комик актер и там один это как у него сериале здесь жандарм на отдыхе вот и когда он на пенсию выходит короче а его жена богатая короче богачка графиня или как там она она короче ему дворец короче чуть ли ему рыбу не подсаживает он там оттуда он же от этого уста ему машину моете он ему туфли снимает ему это даже на коня его сажает на подъемники все все и он один раз с ума сходит он начинает короче я хочу сам машину помыть идет короче краской обливает машину я хочу сам что-то делать потому что человек от безделья может умереть понимаете умереть просто ну конечно если человек бездельником был он всю жизнь да ему пофигу если у него есть на что-то жить понимаете но если человек чем-то занимался у тебя сегодня кучу дел сделал я вот кучу делал вот и икру посолил и отправил короче приехал человек который это их не как бы скажем так почти гонец отправил кулич сделал сейчас вот готова уже вот что еще много чем машину от души от драйв еще чтобы если что думаю продаем думаю чтобы нормально что было нормально что вид хорошо человек когда продаешь он должен я люблю чтобы все чика-чика-пуки-пуки было на всяком случае постоит и потому что объявление есть же все чем ты занимаешь себя центр ездил на маршрутке пешком прошелся туда обратно в общем 4 километра с лишним пешком прошелся уже как-то уже это самый понимаете иначе с ума можно сойти я же говорю же человек должен себя чем-то занять и вот это youtube иногда отдушина какая-то вот с вами общение да хотя я же говорю сейчас лучше ни с кем не общаться есть такая типа стиха короче да а дам бадр а дам ларом на шедер а дам бадр ханыш мазан я шедер то есть есть как люди говорят в общем короче как святые да как это да а есть люди говорят лучше их не знают понимаете вот таких сейчас очень много вот но я всегда стараюсь людям говорить все как есть до мелочей надо бывает ну конечно я же говорю наши люди большинство наших людей даже где-то под 50 лет за 50 даже да есть которые да чуть моложе меня да у большинства честно я вам скажу мозги кури 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 мозги кури на мозги у меня один родственник был заведующий району работал хорош такой дядь как вот он всегда если кого-то оскорблять хотел материться не умел у него сама оскорбительное слово было у тебя куриные мозги говорит это было самое последнее оскорбление для него и один раз спросили я говорю а почему так говорит куриные мозги да потому что у него мозги куриная голова тут такая мозги к тут такие вот сейчас понимаете мам мозги вот такие говоришь когда-то объясняешься вот так вот так не делай так вот как в том фильме да не ходи под снег попадешь башка снег попадет совсем мертвым нет он туда лезет на поэтому есть такие которые правильно делаешь я вот купил там то такую-то квартиру я молодец умничка я говорю умничка я вот за столько вообще за копейки взял один раз самая момент к есть такой как комик у него такой если такой этот монолог такой там где в деревне одной горит смотрит мужик идет горит самое игр там нечистоты горит льется оттуда горит воду горит горит открытие нельзя там отрава а тут раз повернулся и на английском спрашиваю что ты сказал он понял что иностранцы двумя руками я говорю черпай двумя руками бей понимаете вот сейчас вот так другого выхода нет понимаете людям сказать что-то нормально да вот это как будто все с ума сошли вот сегодня вот у меня вопрос был такой как вы думаете про потопы да а что мне думать про потопы я знаю что это очень тяжелей что это беда и все это беду знает откуда это беда зачем это рассказывают вот было советское время если все помнят мои мои поколения основном и были специально гидромилеративные институты гидромилеративный техникум были о гидротехнические сооружения это дамбы отводные каналы обводные каналы вот коллекторы дренажные работы на все это выделялись деньги на содержание этих дам а последние 30 лет видите как основном отмывание денег ребята отмывание денег почему это все приводит отмывание денег а с природой щетить нельзя она думаете вот сейчас что ли такой потопы это самый только нет потопа не всегда бывали но просто те времена были сооружения хорошие делали всегда все сооружения все это гидротехнические коллекторы были земснаряды много даже не знаю что такое земснаряд это землеройная машина такая специальная вот это сам землесос называлась она углубляли это мы даже в нас поселке я же вам рассказывал чтобы мы ездили ходили постоянно у нас было это самое каждый год начала весны короче каждой семье было выдали на участок шли со своими лопатами вот ювар называли это ювар ювар это это самое как как субботник до типа да и копали вот это откапывали очищали русло каналов русло рек потому что она уже забивается она поднимать его надо все время чистить камыши убирать все все это убирать чтобы вода прошла чтобы не держалась вот да и потом я же говорю говори не говори от этого во рту с лошадистан как-то бесполезно это дело бесполезно это дело вот нужен конечно как конкретный контроль раньше были научно-исследовательский институт гидромолирации специальный гидромолиративный пмк управление были тресты были вот на них техника это самое специальные заводы были которые выпускали то же самое с пожарами ребята то же самое пожарами вот сами прекрасно знают что как это пожар иногда так как это самое человеческий фактор тоже есть но основном человеческий фактор конечно но и природа тоже наказывает бутыльку отбросил короче выпал водку лепил бутылку бросил эффект линзы солнце через него прожила там трава загорелась и все и пожар специальный полосы делали огромный штат лесников было лесхозы работали огромный штат лесников где они сейчас только рубить и продавать рубить и продавать это везде это не только это везде вот казахстане смотрите какой ужас столько и орскими оренбург посмотрел это просто ужас по российскому телевидению тоже посмотрел там этот оправдывается гормашка мыши гордых загрызли гордых гордых это там бог и там ведущий там вопрос задают как это мыши загрызли сооружение на которые потратили один миллиард рублей представляет миллиард рублей ну как мыши могут хотя я не знаю уже но девять лет назад вроде бы пасты построили вот это но надо было за ними смотреть а касса люди жаловались окажется говорили что где-то подтекает не обращали внимание это я же говорю содержание вот это гидротехнических сооружений содержание лесного хозяйства содержание жилищного фонда это огромные деньги раньше выделялись и целые огромные подразделения работали трест управление министерство были сейчас этого нет вот и контроль был и контроль был а люди вы смотрите сколько людей остались без дома бюджета это просто ужас это просто уже я вот посмотрел на телевизор и не хочу посмотреть это ужас так что по этому поводу я ничего не могу сказать это уже изъеденная тема это результат разгильдяйства результат разгильдяйства халатности безнаказанности все в одном все в одном такие вот дела так что я своих роликах стараюсь как-то говорит так как есть мы возрастные люди уже ребята иногда конечно с юмором что-то снимаю чтобы вам было веселее без юмора никак нельзя пессимистом тоже быть нельзя слишком пессимизм хорошим не приводит как вот та девушка которая хочет эвтаназии себе чтобы за то что мол у нее депрессия мол якобы у нее есть бойфренд собачка если и она хочет себя потому что депрессии видите ли это и зажрались можно сказать займи себя чем-нибудь вязанием займись посадить деревья где-нибудь чем-нибудь это человек должен себя занимать чем-то я поэтому вернусь к началу даже в раю бывает скучно я сразу хочу сказать это 78 лет терпеть это не 24 дня как вы написали вот 24 дня к паспорт получали здесь за 24 дня даже одну справку не успеешь собрать вот сколько этих справок надо сколько этих документов надо это это просто кипиш когда мои документы отнесли уже всех на уже награды папка была вот такая толщины ответ вот такой толщины представляете это было нечто просто это легко сказать легко сказать это медицинская комиссия отпечатки пальцев это совета это это все ерунда а все остановлю проверка по полиции доходов своих справка судимости свидетельство о рождении апостеллировать двух мест а если бы его у меня не было бы так ведь я же бродился 60 лет назад могло бы не храниться вот это свидетельство рождения или вы не получил или в нечитаемые буквы были или как-то еще это было бы знаете сколько мне бог помог что она ламинирована еще папиным почерком написано все о вот печати как положено стоят официально из тех времен даже папа на той стороне написал родился в 6 утра вот прошло нормально все хорошо проверили пробили все хорошо а у многих не бывает у многих свидетельство рождения надо заново идти по нового образца взять это это не шутка это не шутка ребята поэтому то что вы говорите конечно для многих это как сказка но я вам верю потому что я слышал сам у людей они говорили течение месяца мы получали течение месяца как это так течение месяца до говорит домой год проносили паспорт не паспорта до кемлик вот это старого образца а то что вы написали что тогда вам давали по пожизненно сейчас вот на дают на 10 лет на 10 лет это это не временно это 10 и каждые 10 лет заканчивается срок человек лицо меняется лицо как-то это самое да все так старее идешь меняешь и все это легко здесь она когда до этого дела доход это легко выдается там течение недели получаешь когда все уже закончил все комиссии собеседование все все прошел проверки муроверки это течение недели вот до этого надо дожить до этого надо как берлин взят как сорок пятом году понимаете вот такие дела всех вам благ хорошего вечера еще раз вам вот такой сиреневый вот такого понюхайте вот всех вам благ пока ребята